А вот Зеленский все-таки, он стал там за последние, может, полгода абсолютно политизированной фигурой, ну, потому что там вот эта история, его сюжетом про Кадырова, там, какой-то был Степ, его заявление по Крыму, вот это в коллективе и на съемках это никак не счастлив, потому что Галустян, у него какая-то другая совершенно позиция, вот по тому же Крыму, Крым наш, там полностью противоположный, Зеленский, значит, оккупанты, Вата, Кацапы, Колорады, то есть, или когда работа в кино, это работа в кино, и там никаких не возникает вот этих вот вопросов. Ну, я хочу сказать, вот это как раз тот случай, когда, это хороший вопрос очень, потому что Зеленский с Галустяном, по большому счету, выходцы из КВН, и они очень много проработали еще в те времена вместе. И вот в том-то и дело, вы знаете, сколько людей, которые вместе проработали сейчас на фоне этого, просто совсем разошлись? То есть, где-то семьи рвутся пополам, не то, что коллективы. Ну, согласен, но у нас вот в нашей мини-семье, в киношной, и в нашей вот конкретно в этом микроклиматике, вот съемок этого непосредственно фильма, наоборот, это всех объединило, все согласились, что мы, как бы, у нас разные мнения, но мы все другими с нами объединены одним и тем же делом, как люди мы друг друга любим, и, в общем-то, это все вот именно вот на этой волне того, что, ребят, ну, есть как есть, ну, да, давайте просто, давайте сделаем офигенное кино. И это, на самом деле, как раз тот случай, когда творчество объединило, мне кажется... Ну, это очень сложная история, потому что даже сейчас ведь, допустим, Крым, да, это ведь площадка для съемок очень многих. Сейчас даже упоминание Крыма в контексте того, что съемки были или будут там, они сразу приобретают какой-то вот... Ну, конечно. Вы считаете, что Голливуд не политизирован? Мне кажется, что они просто это делают гораздо масштабнее, но просто тоньше, потому что посмотрите, как там, допустим, формируется отношение к сербам. Там негодяй какой-нибудь, даже если это не про Балканы, какой-нибудь негодяй оказывается вдруг ненароком сербам, ни албанцам, ни хорватам, ни славянцам. Там, и даже, я часто этот пример передаю, даже в анимации серый Волга разговаривает с русским акцентом. Они ведь на самом деле формируют отношение к странам и этносам. Ну, отчасти, безусловно. Я не могу сказать, что это прям повально политизированная какая-то машина в этом смысле. Мне кажется, нет. Мне кажется, что в каких-то случаях они используют сербу просто потому, что народу это так уже донесли там. Там уже идет сумасшедшая пропаганда, естественно, тоже своя. И поэтому сербы ассоциируются с... Со злом. С рода. И поэтому, конечно же, в кино это просто так они отражают. Я хочу сказать, это не то, чтобы они сознательно делают это специально для того, чтобы внедрить вот эту вот ненависть к сербам. Мне кажется, все гораздо проще в этом смысле. Но есть какие-то люди, которые на самом деле преследуют свои цели политические там. И в одном направлении, как в республиканстве, консервативном, так и в либеральном. То есть я хочу сказать, диапазон там очень широкий в этом смысле. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.